Полное. Продолжаем. Самые влиятельные люди. Про меня, наверное. Ну, блин, Рене Декарт 49 место в рейтинге. Как ни странно. Цена да хорошо. Безразлично отношусь. Ну, то есть, блин, Рене Декарт основатель побольше, один из самых главных основателей Модерна, по сути, 49 место. И какой-то, блядь, ебучий Симон Боливар его обгоняет, заебись. Луи Даггера, я даже, кстати, не знаю, кто это. Изобрел фотографию, охуеть. Спасибо большое, мага. Спасибо большое, от души. Шо это вообще? Какая, какая? 320. С 3.20, да? Да, мы видели это уже сегодня. Ну, не видели уже, не сегодня, правда, но просто знаем, да? Там, короче, у этого... Поросенкова, короче, стоит на маргинала теперь. Хуй, короче. Большой такой хуй стоит на маргинала, мы знаем. На маргинала уже у всех стоит, короче. У всех гомосексуалистов в нашем посёлке стоит на обер-маргинала. Ну, Гайзенберг норм. Ну, блядь, то, что Рене Декарте ему проигрывает, это уже как-то... А, не про марго, тогда хорошо. То есть, смотрите, блин, по сути, Гайзенберг, ну, он должен зависеть от Рене Декарте, по большей части, как ни странно. Ну, потому что представитель позднего модерна, по сути. Шат, у тебя... Нет, не буду отвечать. Ну, Бетховен норм. Ну, вот Джон Лок обогнал даже Рене Декарте, вообще охуеть. Очень странно. Да, Флеминг, он прям вообще гений, короче. Просто, блядь, ушёл на ночь и оставил... И оставил лабораторию неубранной. Охуенно! Самый влиятельный человек в мире. Единственный случай, когда безалаберно сделал из тебя самого влиятельного человека во вселенной. Вот так класс. Ну, Белл, это круто. Очень много, блядь, учёных. В которых, по сути, ну, ничего не сделали. Ну, как, сделали некоторое открытие. Им повезло, им повезло сделать некоторое открытие. Ладно, Гайзенберг нет. Гайзенберг очень крутой. Как бы, Флеминг вот не очень крутой, например. Но он обогнал Гайзенберга. Белл тоже какую-то хуйню сделал. Телефон, заебись. Ну, Платон, сороковой в рейтинге. От Платона вообще вся философия идёт, к сожалению, европейская. Такое вот. Опачки. Вот кто их всех обогнал, а. Адик-то не одобряем. Ну, вот этого чувака я даже не знаю. Ой, очень-очень влиятельный дядька, наверное. Вильяма Мортона тоже даже не знаю. Ну, то есть, опять же, знаете, практики как самые влиятельные. А, в смысле, влиятельные? Кто их по влиятельности так расставлял? Это самые влиятельные люди всех времён. Ну, Левенгук норм. Ну, Левенгук крутой чувак, без проблем. Ну, среди учёных даже крутой. Эдисон. Известный очень, да. Бонапарт, окей. Аристотель. Джон Дальтон. Он наиболее известен определением существования атомов, блядь. А Демокрит как же? А где Демокрит? Уильям Шекспир. Ну, норм. Адам Смит один из самых известных экономистов. Пойдёт. Чингис Хан, охуеть, какой великий, да? Братья Райт. Опа! Карл Маркс. Вот это я понимаю. Не, ну Карл Маркс очень влиятельный хуй, конечно. Безусловно, в современной философии прям у него место, прям одно из первых, конечно. А вот братья Райт, ну, я не понимаю, что сделать изобретатели. Не изобрели дяденьки и самолётики. И чем они влиятельны? В смысле, что они влиятельны? Они на умы людей влияют? Ну, то есть, в смысле, а как они влияют на умы людей? То есть, как они влияют на их, там, культуру, душу, блядь? Ну, самолёты и самолёты. Ну, летать можем и можем мы летать, соответственно. И что? Причём, блядь, понимаете, в чём проблема? Самолёты, это, как бы, это, конечно, прикольная тема, но просто не то, чтобы в прошлом... Сейчас, Абсолют, сейчас расскажу. Да, братья Райт рядом с Марксом, действительно, ирония своеобразная. Самолёт-то, да, полетел не с первого раза. Ну, вот, сейчас, относительно братьев Райт. В принципе-то, понимаете, в чём дело? До этого было воздухоплавание. Воздухоплавание, в котором, как бы, применялись всякие, там, сферы, шары воздушные, дирижабли, там, и прочее, прочее, прочее. То есть, человек не впервые поднялся в воздух вообще. То есть, я, на самом деле, я могу представить себе, какой ажиотаж был, когда... Ой, блядь, первый дирижабль! У-у-у! Вау, мы можем летать! А-а-а! То есть, понимаете, да, это действительно, как бы, крутая новость. Человек может летать, вообще, в принципе, каким-то образом. А самолёт, блядь... Ну, прикольно, что самолёт сам по себе является тяжелее воздуха, но он летит. А шар, он специально набивается каким-то материалом, который легче воздуха. И там ещё разогревается всё, чтобы быстрее движение было, и чтобы его ещё поднимало, да, короче. То есть, люди долгое время не могли, конечно, себе представить воздухоплавание, когда непосредственно, в общем-то, предмет летающий будет тяжелее воздуха. Они думали, что нужно набивать, короче, шары чем-то, что будет легче воздуха, и тогда мы полетим, да, соответственно. Вот. И потом произошло изобретение самолётов. Самолёты. И самолёты, это, конечно, своеобразное такое достижение воздухоплавания, но одно из. Это как бы не открытие воздухоплавания вообще, в принципе. То есть, я считаю, братья Райт, если они реально влиятельны... А на что они влияют, я не понимаю, правда. Непонятно, на что они влияют. Но, по крайней мере, они не так влиятельны, как человек, ну, если в сущности смотреть. Они не так влиятельны, как человек, который впервые, блядь, изобрёл летательный прибор какой-то. Я о нём даже не знаю, наверное. Хотя, может быть, и знаю, но я сейчас просто не вспомню, кто изобрёл первый летательный прибор. Понимаете, в чём дело? А братья Райт я знал. Ну, вот. Вот в чём сила пиара. Давайте посмотрим, что там был за вопрос. Кстати, забавно. Шадов, можешь поподробнее рассказать про вещь в себе? Вот вещь для нас. Мы её видим такой, какая она нам видится. Это феномен. 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 Да, вот явление. Она нам является вот такой. А есть ещё ноумен. Вещь, какая она есть сама по себе. Это и есть вещь в себе. Вещь в себе, она может быть не такая, как для нас. Но мы не можем узнать, какая она по канту. Поэтому говорить о ней, ну, собственно, не приходится. Вот и всё. По сути, если кратко. И она называется у Канта Ноумен. Феномен то, что мы видим. А вещь сама по себе, какая она есть на самом деле, это уже Ноумен. Ну, правда, не знаем, какая она, что с ней делать, как её разгадать. Всё довольно просто. София пишет. Леонардо да Вичи же первый самолёт придумал. Во-первых, нет. Ну, то есть... Ну, нарисовать мог каждый, соответственно. Никакой самолёт у него не летал. А во-вторых, здесь речь идёт о самолёте с моторным приводом. То есть, братья Райт даже, наверное, в самолётах не первый. Наверное, были какие-то ещё устройства, которые летали без моторных приводов, но были тяжелее воздуха. Что ты думаешь о Канте? Кант, я считаю, слишком переоценён в истории философии нового времени. Но мыслитель довольно сильный, всё равно хороший. Есть очень интересные моменты, очень интересные наработки и так далее, и так далее, и так далее. Максим пишет. Аппараты тяжелее воздуха, быстрые и дешёвые перелёты и перевозки, глобализация мира. Может, автор что-то такое подразумевал. Не обязательно влияние на умы, создание важных концепций и так далее. Приветствую, Максим. Ну, может быть и такое, конечно, но... Ну, то есть, опять же, понимаете, ведь в любом случае вы на шаре на каком-то летите быстрее, чем идёте пешком. И даже, наверное, быстрее, чем на лошади перебираетесь. Ну, я думаю, я думаю, в любом случае, эти аппараты, которые легче воздуха, они всё равно были достаточно быстрые, чтобы так или иначе обеспечить вам достойную переправу. С другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, ну, блин. Ну, быстрые и дешёвые перелёты и что? Глобализация мира? Ну... Тогда ждём Стива Джобсона в топ-10. Да, наверное, правильно, мага прав. Давайте посмотрим, что там дальше. Я просто принципы не понимаю, по какому принципу они влиятельны и на кого они и чем влияют, соответственно. Ну, то есть, смотрите, если влияют на нас практически, с точки зрения, там, опыта, который у нас есть, жизненный, тогда, может быть, действительно, да, тогда братья Райт с изобретением самолётов, может быть, действительно, как-то нас повлияли, но тогда всё равно будет более влиятельный человек, который изобрёл вообще воздушные шары изначально, летающие. Ну, Мартин Лютер очень влиятельный, ну, Мартин Лютер влиятельный как раз с точки зрения, что он идеями влияет. Тут, понимаете, здесь всё перемешано. Философы, религиозные деятели, политики, практики. Я вообще не понимаю, по какому критерию влияние изобретается здесь. По-моему, просто выдумано. Я не вижу здесь критерия единого, под которым мы могли бы всех их подписать. Если влияние на практическую жизнь людей, это, конечно, клёво. Но это другой, это тот критерий, в который, например, Аристотель бы не вошёл, там, какой-нибудь Платон бы не вошёл, Вашингтон бы, наверное... Ну, Вашингтон бы вошёл, кстати. Вашингтон бы вошёл. Ну, такое, знаете. Нет, не Вашингтон, Франклин бы вошёл. Вашингтон-то чё? Франклин бы вошёл, да. Ещё два видео впереди, но там одно на 20 минут будет. Пировой двигатель создал, окей, пойдёт. Коперник. Во, пошли. Цезарь. Сын-Ши Хуан-Ди прям вообще бог, короче. На нас на всех повлиял. Ну, если из учёных, Чарльз Дарвин вообще, наверное, в топ должен входить влияние. Вообще, даже первый, наверное, среди тех, кто влияет. Опять же, блядь, по какому критерию все эти люди собирались? Моисей. Расколовший Красное море после освобождения евреев от фараона, а? 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 Вот это да. Ну, Евклид окей. О, Аристотель круче Евклида, типа. Женя спрашивает, Persona 5 или Ведьмак 3? Ну, Ведьмак 3 очень хорошая европейская РПГ. Единственное исключение в европейских РПГ. Так что, да. Оцените мой стих, пишут. А, ВК опять, да? Рецензия должна быть положительной. А как же иначе, Джон Дое? Как же иначе? Как же иначе? Всегда положительной. Ваши стихи только на 5 с плюсом оцениваю. Опа, ребят! Напоминаю, что у нас есть игра. Игра, игра. Сейчас. Да, Моисей нагнул Дарвина неожиданно. Непонятно, по какому критерию. Вот она. Вот она, вот она. На мой канал намотана, соответственно. Вот она, моральная конфа. Я прочитал всю эту хуйню, да? Обновление в игре произошло. Адам Смит пишет. Если Моисея упомянули, то по логике самым крутым будет Иисус, скорее всего. Хочу быть как маргинал. У меня вариант без музыки. Давайте просто зайдем. У меня небольшое обновление в игрухе, во-первых. Надеюсь, все это есть. И скачать игру на ПК, надеюсь, тоже есть. Смотрите. В игре появились звездочки над Раками, во-первых. Это дополнение такое. Звездочки над этими людьми появились. Появились новые враги также. Соответственно, появились новые враги. У Маргинала новые боссы, пара новых боссов появилась. У Ежи Сармата новые враги, пара новых боссов. У Жмелевского никаких, блядь, новых боссов не появилось. У Васила тоже пара новых боссов. Тоже, вот, соответственно. Поехали. В Сингапур захуярим. Сейчас быстренько просто по... Вау. Там что-то скажется, да? Давайте послушаем, что скажет Творец за 100 рублей. Он молчит? Или мне кажется? Он молчит 6 минут. 7 минут. Он молчит. Творец, говори. Ну, Творец. Ну, скажи что-нибудь. Творец, бля. Я же запустил 16, 17. Блядь, вот это чистейший супрематизм, я считаю. Абсолютный супрематизм. Супер супрематизм, короче. Он ничего не скажет за все это время, да? Сейчас, быстренько просто заглянем. Будем поборемся с крысами, короче. Давай, 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 давай. Пропустим. В Маргинальной кофе реально дополнение. Я скоро напишу Жмелевскому, чтобы он поиграл. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-та-тау. Пау. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Покажу, крысы тут бегают. С крысами можно подраться. Вот они тут хуярят где-то. Крыса, иди сюда. Вот, видите, большие крысы на начальном экране. С ними можно драться. Давайте, крыс, 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 крыс. Иди сюда, крыс, иди сюда. Опа. Крыса прошла мимо меня, что? Слышь ты. Крыса, иди сюда. Я хочу с крысой драться. Крыса, блядь. Крыса. Э, э, блядь. Есть, всё. Сражаемся с крысами. Это крысы, лёгкий способ, короче, накачать ежесармата в самом начале игры. Ну, то есть, вы помните, да, были небольшие проблемы с прокачкой ежесармата в начале игры. А теперь их нет. Пишут, суки, я же стих зачитал. Мы не видели стих. Там тихо. Вот, я ещё раз даже запущу. Блин, прекрасный творец. Вы микрофон, наверное, не включили. Это не звук. Это не YouTube убрал звук. Это вы не сделали звук, я уверен. Да вы просто звук не пропустите. Не про это. Это у вас микрофон, может быть, отключен был? Я не знаю. Блин, я серьёзно, я ещё раз запустил. Вот, она идёт сейчас. Вернись к видосу. Вернись к видосу. Ага, вернись к видосу. Не вернусь к видосу. Блин, они ещё и яд накладывают. Вот сволочи. Ладно. Короче, вы знаете, что в игре теперь обновление. Новая версия. Версия 1.1, ребят. Радуемся. Давайте узнавать. Ну, Галилео, Галилей. Я не понимаю, по какому принципу это всё сделалось. Мир сравнений. Хуйня какая-то. Похоже. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн круче Галилея. Неожиданно. Тоже непонятно, по какому принципу. Гутенберг прям вообще пиздец какой. Гений, конечно. Да. Вот это да. Сайлу, изобретатель бумаги. Опа. И всё, пошли там. Святой Павел, Иоанн и Иисус Христос в конце. Конфуции неожиданно. А Джон Дуэ пишет, да это по популярности, наверное, просто. Ну, может быть. Блядь, Иисус не человек. Иисус Бог. Вы охуели, что ли? Аааа. Наука, наука затащила. Смотрите. Наука в конце затащила, короче. Интересно. А кто первый, да? Кто ж первый? Александр Шадов. Просто, блядь. И в конце Александр, блядь, Шадов будет. Прикиньте, вот это будет охуенно. Вот это будет кайфно. Сейчас я хуй сдаю. Немножко потянем, да? Давайте немножко потянем. Будем так это... Интригу, интригу выдерживать. Будем выдерживать интригу. Исаак Ньютон. Человек, обнаруживший гравитацию после того, как яблоко... Да, яблоко, прям это именно яблоко упало ему на голову. По-другому бы он не придумал. Надо, короче, ёбнуть учёного по голове, чтобы он что-то придумал, да? Ньютон разъебал Иисуса. Действительно, интересно. А кто ж первый? Кто же он? Мухаммед, блядь? Серьёзно? Вы охуели? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а-а. Блядь. А-а-а-а. Какая неожиданность, блядь. А-а-а. Вот это охуеть. Пиздец. Кто б мог подумать? Мухаммед разъебал всех, короче. Респект Мухаммеду, просто. Божественный человек. Лучший из лучших, короче. Э-э. Неожиданно. Это прям был сюрприз Кто бы мог подумать Что Мухаммед Самый влиятельный человек в мире Да, кстати, его рисовать нельзя Охуели просто, мудаки, блять Потом ебаному кафиру Потом ебаному кафиру Который, в общем-то, нарисовал Мухаммеда И сделал это видео, отрубили голову Пиздец Видосов впереди еще два